приветствую зрителей подписчиков нашего канала новый день новая экспедиция у нас едем мы снова на старое место на волшебную гору где мы искали подземные сооружения в общем ситуация такова что прошлый раз когда мы искали использовали экстрасенса но экстрасенс нам не сильно помог в общем и обратились новому экстрасенсу экстрасенс сказал что новый экстрасенс сказал что там должно что-то быть и сказал что нужно ночевать не один день а целых три дня андрею но это конечно шутка экстрасенс показал нам на карте где может находиться соответственно объект что мы сделали там на человек уже вычистил территорию сегодня будем использовать три метода поиска это будет первый метод точная магнитная съемка второй метод это герадарная съемка и третий метод это новый метод про который я еще особо ничего не знаю сзади андрей у нас едет он будет использовать этот метод он уже знает как им работать там специально какие-то электроды назовем этот метод поля реализации какой-то там не знаю точно он может возможно и расскажет это все глубинные методы поиска кому интересно смотрим не переключаемся андрей ты готов три дня переночевать в доме ночевать он уже сказал то что в доме не будет смотрим так ну что друзья мы на месте квантовый магнитометр м60 потом лежит еще герадар вей потом здесь гердар лоза с антеннами 50 мегагерц потом вот специально еще где-то электродики лежат которые будут что-то мерять но это про это расскажет андрей сейчас кабель вот нужно будет отрезать метров 60 для этих электродиков в общем сегодня будет полноценный рабочий день глубинного поиска но сейчас наша основная задача это покушать забыл сказать мы еще взяли деус вовчик будет работать с деусом и волшебными рамками палочками палочками на медные на вова что-то не находит только не понятно танки находит такое у нас сейчас перекус небольшой колбаска мясо кексики и вперед так ну андрюха молодец я смотрю сразу же ложит и блины и колбасу и мясо тройной слой дамбурь ну ты готов переночевать трое суток в этом доме неделю по поводу экстрасенса что ты скажешь это все правда вычислили площадку от кустарника ребята кусту уже здесь нету остались только деревья в общем площадка у нас получается 43 на 24 метра нужно будет сделать магнитную съемку георадарную и 3 еще съемка будет как она называется точно не подскажу вам сейчас мы отмечаем от рулетки уже лежат края площадки у нас уже определены затягиваем колышки забываем протягиваем рулетки и начинаем делать съемку изначально сделаем магнитную съемку магнитометр стоит на прокачке буквально 10-15 минут он нагреется андрюха сейчас хочет сделать один профиль видим здесь против рядом возле этих профилей ты думаешь что-то сразу зацепить ну мало ли мало ли да ну ладно что-то видно запускается запускается все нормально отлично вовчик нашел кольцо серебряные да а ну покажи так а ну давай давай показывай кольцо серебряные вовчик серебряное кольцо палочками нашел в ручке муфига серебре серебро вовчик красавчик жаль что не золото какой-то вы в счастлив был бы чего-то же вон у монет где он рулит куда-то нам браться георадаром электроразведка вовчик пошел и не нашел пару минут и кольцо нашел золотые почти золотое серебряные здесь нет ничего по крайней мере на глубину три с половиной метра подожди а я же не поставил на было больше метра просто три с половиной мало нет такая она больше не пробьет уже глина 15 ставили на 20 ну что друзья сейчас выходим на исходную точку магнитометр уже нагрелся данные мы будем записывать вручную я соответственно буду мерять параметры магнитного поля андрюха будет на телефон записывать каждый профиль в общем значение здесь записать придется очень много работы предстоит сделать тоже очень много потому начинаем действовать результат вы буквально увидите через пару минут погнали и а и и и и и и и и сейчас наверное два с половиной если даже не три магнитную съемку сделали если честно очень сильно болят плечи уже и не хочу уже не момент делать больше ничего не хочу ничего смотрим на результаты потом мы будем делать не георадарной съемка сделаем вот этот третий метод поляризации Как-то так он называется, я честно не знаю как его правильное название В общем, сейчас смотрим на результаты, потом будем действовать дальше Давайте посмотрим на полученные данные Загружаем магнитную съемку Сразу же подгружаем 3D модель Видим, что на данной магнитной съемке явно выраженных магнитных аномалий нету То есть всплесков амплитудных значений Есть только в верхней части незначная магнитная аномалия Здесь у нас был небольшой кусок железа, то есть мусор Могу с полной уверенностью сказать, что на данном участке магнитных аномалий от железных объектов нету Сейчас мы продолжим поиски, не переключайтесь Так, Вова нашел серебряное кольцо У нас сейчас обед И хотим свесить сразу же, сколько отыскал серебра Вова Серебряное кольцо 5,65 Ну как, на троих делим или на двоих? Держи, Вова молодец О, у меня хорошая штука есть Дай, дай Советико по-находил, да? Что нашел? Сегодня? Да ну, сегодня нет Это раньше ты нашел, да Вова? Так, ну что, ребята, мы уже готовы, приступаем ко второму методу Вот такая у нас есть волшебная палочка Здесь у нас, как он называется? Тестер, да? Ну пусть тестер будет Оно покрышет в нее Так, внизу какая-то волшебная штучка Наконечник Скифский Скифский Скифский, да? Так, я так понимаю, здесь какая-то жидкость есть специально, да? Да, там жидкость Да, там жидкость Кто знает, какая жидкость Пишите, Леша, в комментариях Да, 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 в комментариях Пишите, ну а Духа говорит, что там красный артуть, да, ты говорил? Красно-бура-малиновая Ну, товарищи геологи Я не скажу, это секрет большой Я думаю, что товарищи геологи знают, что это за аппарат И догадывается Ну, да Кто знает, пишите тоже в комментариях Интересно услышать Давай, берем этот конец И кабель у нас длиной где-то около 60-70 метров Будем делать площадную съемку Друзья, прошло несколько дней В прошлый раз у нас до конца По поводу нового метода Исследовать данный участок не получилось Поскольку были технические проблемы Сейчас мы Уже большую половину площадки сделали Соответственно, сделали тут такой специальный кабель Через каждый метр у нас есть меточка Растягиваем ее Копаем обязательно ямочки, чтобы был лучший контакт И, соответственно, измеряем сопротивление Сейчас это все растягиваем Все увидите по ходу Вот через каждый метр делаем небольшие лунки Чтобы был лучший контакт Хозяин участка нам разрешил ямочки здесь покопать Сказал, что ямочки засыпать не обязательно Потому что в комментариях не писали, что ямки не закапываем Хозяин участка, еще раз повторяю, сказал, что все можно копать И ничего здесь, соответственно, проводить не надо Мы смотрите, какой для него участок расчистили Я думаю, он нам будет за это благодарен Андрей вставляет палочку волшебную в ячейку И говорит значение 2.0 Минус 2.0 Я все это записываю, соответственно, в телефон Потом все это обрабатываю в программе Сёрфер 1.3 1.4 1.3 1.4 Минус 1.3 1.9 1.9 1.9 1.7 И вот так вот целый день у нас проходит 1.7 Долго, нудно, но ничего не сделаешь 1.6 1.6 3 часа спустя Осталось еще где-то профилей 5 Это самый медленный процесс площадной съемки в моей жизни 3.0 Андрюха уже задолбался эту палочку тыкать в эти лунки 3.0 Минус, да? Да Минус 3.0 А что так как-то было? Минус Минус 3.0 Было Минус 0.8 А потом 3.0 Да Странный какой-то перепад 1.3 Может железки кусок идет Видится 1.3 Минус Минус 1.3 Как-то 1.3 Минус андрюху что ты счастливы или нет очень сильно волшебная палочка на нам сейчас много в комментариях спустишь это за металл детектор где это очень модный металл детектор который стоит 120 тысяч миллионов долларов я зачем не обдуривать подписчиков может захочет купить цене самого вот эта палочка а наконечник это волшебный наконечник который находится говорил красный артур не так наконечник стоит 2 миллиарда палочка вот это стоит товарищи геологи я думаю узнают что это за штука не будем рассказывать пока секреты в комментариях сейчас смотрим на результат давайте посмотрим на результаты с помощью нового метода исследований с помощью данного метода раньше искали медные руды данный метод способен обнаружить металл на больших глубинах возможно даже на несколько десятков метров загружаем результаты сразу же загружаем 3d модель видим что у нас есть какие-то незначительные понижения резких амплитудных скачков которые бы свидетельствовали о том что под землей находится скопление металла на данной съемке я не вижу могу предположить что на данном участке скопления большого количества металла нету данный метод не показал мы не унываем продолжаем поиски возможно из вас у кого-то есть какие-то идеи как можно обнаружить под землей подземные сооружения или большое количество металла обязательно пишите в комментариях кому по нас видео ставим палец сверх кому нет вы знаете что делать всем пока и до новых встреч